22 апреля 1915 года Первая мировая война, казалось, взяла передышку. Солдаты по обе стороны фронта под бельгийским городком Ипор наслаждались затишьем. В 5 часов вечера часовые алжирского полка французской армии заметили странное зеленое облако. Весенний ветер гнал его со стороны германских позиций. Французы знали, что немцы начинали свои атаки с дымовой завесы. Необычный цвет дыма посчитали каким-то германским новшеством. Сыграли тревогу. К месту возможного прорыва французы спешно подтянули дополнительные силы. Они слишком поздно поняли, что задумал противник. Из-за пелены зеленого тумана показались немецкие пехотинцы. Последнее, что заметили французы, мокрые белые платки на лицах атакующих. Добежав до окопов неприятеля, немцы увидели, что обороняться просто некому. Алжирский полк французских войск был уничтожен без единого выстрела. В тот день германские войска забросали позиции антанты баллонами с ядовитым газом. За 5 минут 170 тонн отравляющего вещества накрыло фронт длиной 6 километров. Жертвами этой бесшумной атаки стало 15 тысяч отравленных. 5 тысяч из них погибли. Применение боевых отравляющих веществ перевернуло все представления о современной войне. Против боевого газа любое количество солдат и оружие любой мощности оказались бессильными. Это был период, когда на западе как бы фронт остановился. Два изобретения, мина и колючая проволока, позволили окопам стоять, если не навечно, то намертво, жестко. И для того, чтобы изменить ситуацию, немцы думали применить нечто радикальное. В гонку химических вооружений втянулись все развитые страны. С апреля 1915 года боевой яд стал оружием массового поражения и массового применения. Однако его история насчитывает миллионы лет и восходит к первобытным временам. Еще пещерный человек научился натирать природными ядами наконечники своих стрел. Даже легкая царапина, нанесенная такой стрелой, оказывалась смертельным ранением. В 18-19 веках массовое применение ядов становится частью военной стратегии. Во время Крымской войны при осаде Севастополя в 1854-1855 годах английская армия использует сернистый газ для выкуривания русских гарнизонов из инженерных сооружений. В это время в осажденном Севастополе русский хирург Николай Иванович Пирогов проводит уникальные операции. В пылевых условиях он вводит раненым наркоз. Для подачи эфира Пирогов изобрел специальную маску. Спустя 60 лет еще один русский ученый, знаменитый химик Николай Зеленский, использует принцип маски Пирогова для создания другого устройства, спасающего жизнь солдата. Он назвал это устройство угольным противогазом. Отныне при малейших признаках газовой атаки можно было моментально принять спасительные меры. Вскоре русской армии представилась возможность проверить изобретение Зелинского в бою. 31 мая 1915 года, месяц спустя после газовой атаки под Иврам, германское командование приказывает применить боевой газ против русских войск. На восточном направлении части 2-й русской армии почти полгода упорно обороняют Варшаву. Немцы обстреляли русские позиции смесью хлора с фазгеном. Как и в сражении под Иврам, они рассчитывали, что обороняться после этого будет Нирпу. К тому повороту дел царские войска готовились за годы. В Москве были заказаны противогазы, но вагоны с этим непривычным грузом часто простаивали на запасных путях. На фронт в первую очередь пропускали эшелоны с боевой техникой и живой силой. Пока еще живой. После газовой атаки русские окопы неожиданно встретили немецких гренадеров огнем. В тот день было отбито 10 атак неприятных. Немцы не знали, что оборону героически держали солдаты, совершенно незащищенные против боевого газа. Противогазы опоздали на передовую на 3 часа. Ими смогли воспользоваться лишь похоронные и санитарные команды. Вечером уточнили потери. Цена задержки 10 тысяч отравленных. Однако в разгар Первой мировой трагедию этого боя затмила горькая слава доселе безвестного бельгийского городка Иппра. Считается, что эра горчичного газа, получившего свое название «Иприт» по месту первого применения, началась с той первой немецкой газовой атаки. Но это официальное заблуждение. Премьерная роль на Западноевропейском театре военных действий принадлежит не Иприту. Мокрые повязки, в которых немецкие солдаты штурмовали позиции французов весной 1915-го, против Иприта бесполезны. Они спасали от другого газа – хлора. Именно его поры, 22 апреля, опустили с ядовитым зеленым туманом на передовые позиции войск Антанте. И предгерманское командование применят лишь двумя годами проще. Это произойдет 17 июля 1917 года в сражении против англо-бельгийских войск. Все подтвержден Иприт. Хлор к тому времени уже был дискредитирован стоимостью русских солдат. Тогда и созрело решение применить более эффективное оружие – горчичный газ. Именно после этого боя под Ипром он получил официальное обозначение Иприт. За поражающие способности немцы назвали Иприт царем газа. Но многим специалистам уже тогда было ясно, что, подобно царь пушке, химическое оружие останется лишь оружием устрашения, и стратегического влияния на ход войны не окажет. Лишь число бессмысленных жертв возрастет катастрофически. От боевого газа в Первую мировую войну пострадает 1 миллион 300 тысяч человек. Из них 100 тысяч погибнут. Война завершилась подписанием Версальского мирного договора. По условиям этого договора Германия признавала себя побежденной. Страна, которая первой применила боевые отравляющие вещества, оказалась страной без военного будущего. Версальский мир запрещал Германию производить все виды вооружений, вводить всеобщую воинскую повинность, заниматься подготовкой военных специалистов. Руку помощи вчерашним врагам протянула советская Россия. 16 апреля 1922 года Москва и Берлин заключили тайный союз. В договоре записано взаимно идти навстречу хозяйственным потребностям двух стран. На деле Германия и Республика Советов подразумевали военное сотрудничество в обход Версальского договора. На территории СССР Германия налаживает производство запрещенных вооружений и организует подготовку военных специалистов. В 1923 году в Поволжье было построено совместное советско-германское предприятие. Завод получил официальное наименование Берсоль. Из названия всем должно было стать очевидно, что основной продукцией предприятия является Бертолетова соль. На самом деле на объекте Берсоль в обстановке особой секретности ежедневно производили 6 тонн иприты. Однако немецкая армия не получила ни грамма отравляющего вещества. Накануне пуска завода советская сторона вынудила партнеров разорвать соглашение. К этому времени СССР уже обладал обученными кадрами и отработанной технологией боевого применения химического оружия. Уже более года на Волге вблизи городка Вольск действовала советско-германская школа химических войск. Это было выгодно России, потому что она училась у лучшей армии мира, у германской армии. Это было выгодно Германии, потому что ни в Швеции, ни в Италии того времени, ни в Швейцарии, нигде они не могли бы найти подобные возможности для военного прогресса. Ну и случилось то, что случилось. Германские офицеры приезжали в штатском до Ленинграда, там они переодевались и ехали на поезде, всегда был первый класс, в Казань, Липецк. Под Казанью было танковое училище, под Липецком были училища воздушные. Недалеко от Саратова, в глухой Приворской степи, начались совместные исследования, разработки и использования газов. Вольское военно-химическое училище имело кодовое обозначение Томка. Вложения немцев в Томку составили около 1 миллиона марок. Здесь испытывали новые способы применения химического оружия при помощи артиллерии и авиации. Средства защиты от отравляющих веществ, способы дегазации зараженной местности. Эти секретные эксперименты были чрезвычайно опасны. На погибших заводились подложные свидетельства, в которых значилось смерть от естественных причин. Герметичные гробы с телами переправлялись под видом ящиков с авиадеталями из Ленинграда в Штеттинг. Поводом к строжайшей секретности была не только простая необходимость хранить военную тайну от потенциального противника. Обе страны опасались лишней политической огласки экспериментом под войск. Еще в 1899 году российский монарх Николай II попытался воспрепятствовать распространению химического оружия. Созванная по его инициативе первая мирная конференция в Гааге приняла резолюцию, запрещающую применение снарядов с удушающими и вредоносными газами. В 1925-м в Женеве разрабатывается договор о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов. Протокол, получивший название Женевского, подписали 37 стран. Впоследствии к нему присоединились еще 100 государств. Женевский протокол действует и по сей день. Но уже тогда, в 1925-м, Германия имела все основания сомневаться в искренности своего стратегического партнера. По данным немецкой разведки, Советская Россия не только разрабатывала и испытывала с ее помощью химическое оружие. Она его уже применяла против собственного народа. В 1921 году Тамбовщина была охвачена крестьянскими волнениями. Бойска рабочей крестьянской Красной Армии под командованием Михаила Тухачевского использовали против оставших смесь хлора и фазгена. Только одна газовая атака унесла 20 тысяч жизней крестьян, возмущенных грабительской продразверсткой. Приказ Тухачевского за номером 0016 от 12 июня 1921 года гласит, стилистика документа сохранена. Леса, где находятся бандиты, очистить ядовитыми газами. Точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространилось на весь массив, уничтожая все, что в нем спряталось. За три месяца необъявленной гражданской войны было уничтожено две трети мужского населения Тамбовщины. Это стало единственным после Первой мировой войны случаем боевого применения химического оружия в Европе. Применение химического оружия сразу создало новый тип отношений. После применения химического оружия стало ясно, что никакие мирные джентльменские соглашения уже невозможны. Это было применение, это была битва с белком, представление о людях как просто о млекопитающих. И с этого начинается ожесточение, которым не было равных в дальнейшем. В 1933 году к власти в Германии пришли национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером. В марте 1935 Гитлер заявил, что Германия больше не считает себя связанной Версальским договором. 17 марта он принимал в Берлине грандиозный военный парад. Отныне всем стало ясно, что новая германская армия, вермахт, становится важнейшим инструментом мировой политики. Вскоре стало понятно, против кого этот инструмент направлен в первую очередь. Спустя неделю Гитлер заявил, что СССР представляет собой угрозу миру в Европе. Мир воуче оказался на грани очередной глобальной войны. Советско-немецкое военное сотрудничество было свернуто. К этому моменту не в последнюю очередь, благодаря дружеской взаимопомощи, Германия становится мировым лидером в разработке и производстве химического оружия. Министерство пропаганды Третьего Рейха, как и в предыдущую мировую войну, продолжает именовать боевые газы самым гуманным оружием. По мнению военных теоретиков вермахта, оно позволяет захватывать вражеские территории без лишних жертв. Тех, кто на фронте испытал на себе этот гуманизм, оставалось все меньше. Одним из них был ефрейтор первой роты 16-го баварского пехотного полка Адольф Шильк-Крубер. В Первую мировую он несколько раз был на власок от гибели, был ранен и дважды награждался за мужество Железным Крестом. Однажды во время сражения за Ипр он проснулся среди ночи и, ничего не осознавая, вылез из блиндажа. Шильк-Крубер очнулся от оцепенения, когда шальмой снаряд попал туда, где спали его сослуживцы. В октябре 1918-го, после английской газовой атаки, для 19-летнего ефрейтора война закончилась. Ослепший и задыхающийся от хлора на госпитальной койке, Адольф Шильк-Крубер простился с мечтой. Он хотел прославиться на поприще живописи и теперь задумался о способе свести счеты с жизнью. Через 14 лет мир узнает его, как нового рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлер. Когда в марте 1935-го года Гитлер фактически объявил себя защитником Европы от СССР, за его спиной стояла вся мощь химической промышленности Третьего рейха. В те годы химическая защита в Советском Союзе становится поистине общенациональным делом. Страна буквально учится жить в противогазе. В обязательной программе многочисленных крупномасштабных маневров тех лет применение химических вооружений. Еще в 1928 году над Ленинградом была смоделирована химическая атака с использованием 30 аэропланов. В этот день британская Таймс писала. На голову прохожих буквально сыпался химический душ. Общество содействия армии авиации и химическому строительству ОСУ Авиахим призывало с плакатов к укреплению химического щита Родины. Группа спортсменов совершила рекордный агитпоход по маршруту Донецк-Харьков-Москва. Участники преодолели расстояние в 1200 километров в противогазах. В войны не хотим, но к отпору готовы. Один из самых понятных предвоенных лозунгов. В том, что в грядущей войне будут, несмотря на международные соглашения, применяться боевые газы, никто не сомневается. О том, что запасов отравляющих веществ в СССР и Германии хватит, чтобы уничтожить все живое на континенте, население обеих стран не подозревает. И все же Гитлер не решился распечатать свои химические арсеналы, хотя их наращивание в Германии продолжалось на протяжении всей Второй мировой войны. К 1943 году немецкая химическая промышленность вышла на рекордные показатели производства. 30 тысяч тонн отравляющих веществ в год. Во Второй мировой войне немцы в двух случаях были близки к применению химического оружия. И в этих двух случаях им намекнули на то, что если они его применят, то Германия будет залита химическими газами. И в этом плане Германия с ее колоссальной плотностью населения ощутила полную невозможность применить. Поэтому против партизанов в некоторых случаях, ну это были дымовые газы, так сказать, слизоточилки и угодно, но не было настоящего оружия, к которому готовились. На совещаниях Генштаба генералы Вермахта нередко призывали фюрера применить химическое оружие. В начале 1945 года он даже заявил, Германия не считает себя более связанной с Женевскими соглашениями о ведении войны. Тем не менее Гитлер неизменно парировал предложение своего генералитета. Германии отравленная земля не нужна. Верил ли фюрер искренне до последнего момента в то, что удастся одержать победу над СССР, или это был лишь пропагандистский прием, чтобы поднять боевой дух Вермахта? Теперь этого не узнает никто. Даже такой страшный античеловеческий режим, как нацистский, перед концом своим, перед угрозой полного краха, который, в общем-то, и наступил, так и не применил химическое оружие. Но для этого есть ряд и, так сказать, оперативно-стратегических факторов, в частности, стремительность нашего наступления на Берлин. Для того, чтобы его применить с достаточно большим эффектом, нужно иметь определенную критическую массу стволов артиллерии, подвезенные боеприпасы, разведать точно цели, нанести удар не по своим, а по противнику, учесть розы ветров. При более медленном продвижении, возможно, у них были бы такие возможности. Но я думаю, что, в первую очередь, он не применил именно потому, что проку от этого почти никакого не было. Такое выборочное, единичное применение химического оружия, оно бы никакого оперативно-стратегического эффекта не дало бы, но только бы озлобило бы и союзников, да и свое собственное население, может быть, скорее бы привело бы в состояние неповиновения. И все же, в самом конце войны фюрер применил отравляющее вещество. С тех пор, как в 18-м, ослепший от хлора, он решил не сводить счета с жизнью, страх перед отравителями преследовал его постоянно. 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер больше всего будет опасаться, как бы не подвел принятый ним яд. Вторая мировая война вошла в историю как самая кровопролитная даже без применения химического оружия. Каждое оружие имеет свое время жизни. Скажем, кавалерии у нас сейчас нет, но это не понизило обороноспособность страны. Также точное и химическое оружие, ее время прошло. В 1993 году в Париже представители 124 государств подписали конвенцию о запрещении химического оружия. Холодная химическая война, продолжавшаяся 75 лет, завершилась. Ее итогом стали не только колоссальные бессмысленные расходы, связанные с производством отравляющих веществ. По счастью, выражение «пустить на ветер» применимо пока только в переносном смысле. Фактически мир оказался на ржавой бочке с химическими боеприпасами, которая в любой момент может дать течь. Самыми большими запасами до сих пор обладает Россия. Они составляют около 40 тысяч тонн. В арсеналах США — 30 тысяч тонн. Еще в 1990 году на встрече Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего было подписано советско-американское соглашение об уничтожении и непроизводстве химического оружия. В Соединенных Штатах уничтожение ведется очень активно. И начали уничтожать раньше нас. В Англии химическое оружие уничтожено. Во Франции его нет. В Германии уничтожаются единичные снаряды. Уничтожает свое оружие Индия. Готовятся некоторые другие страны. И во время прошло. Однако еще одним неутешительным итогом оказалось то, что избавление от смертоносных запасов стало поистине соревнованием на перегонки со смертью. И обходится эта процедура едва ли дешевле, чем производство самого химического оружия. Согласно советско-американскому документу, его запасы у каждой из сторон к 2002 году не должны были превышать уровня в 5000 тонн. Из-за технологических и финансовых сложностей срок окончательного уничтожения перенесен на 2012 год. Оружие, которое не было применено на фронтах Второй мировой, в новом тысячелетии может унести миллионы жизней. Официально производство химических вооружений в нашей стране прекращено в 1987 году. Это было обусловлено не только изменениями в международной политике, но и осознанием того, что наращивать арсеналы боевых отравляющих веществ небезопасно для себя самих. Это была твердая позиция военных. В семи регионах страны хранится то, что накапливалось на протяжении десятилетий. Самыми старыми запасами считаются емкости с ибритом и люизитом. Они хранятся в поселке Горный на Волге, в том самом месте, где некогда действовала советско-германская химическая школа. Эти склады существуют с 1936 года. Срок годности на боевые газы не действует. А вот металлические емкости за это время постепенно приходят в негодность. Стенки стационарных контейнеров, бочек, бомб и снарядов, снаряженных боевыми ядами, истончаются под их агрессивным воздействием. Расхожий газетный лозунг конца 80-х «Химическое оружие – смертельное наследство для будущих поколений» оказался неточным. Промедление грозило тем, что получать это наследство было бы уже некому. В 1989 году в Чапаевске Самарской области был построен первый объект для уничтожения отравляющих веществ. Впервые в мировой истории армия в промышленных масштабах была готова приступить к уничтожению собственного боевого арсенала. Военные химики гарантировали полнейшую безопасность утилизации для окружающей среды и человека. Но в этот процесс вмешался неожиданный фактор. Под давлением общественности объект был заморожен и превращен в учебно-тренировочный центр. Под занавес уходящего века химическое оружие вновь заявило о себе как о грозной боевой силе. В марте 1995 года религиозные террористы из секты Аум Сенрикё провели газовую атаку в токийской подземке. В ходе расследования было установлено, что технологию производства отравляющего вещества японские сектанты приобрели в России, и смогли произвести его в простейшие лаборатории. Как и в Республике Советов в 1921-м, неэффективное на поле боя оружие японскими фанатиками было обращено против сограждан. 12 ни в чем неповинных людей погибло, тяжелейшее отравление получило 5,5 тысяч человек. Пять дней спустя после токийской трагедии президент России Борис Ельцин подписал указ о выполнении международных обязательств в области химических вооружений. В поселке Горный, где хранятся самые старые на континенте боеприпасы ибриты и иллюизиты, начинается возведение завода, предназначенного для их уничтожения. Строительство развернулось, когда технология утилизации отравляющих веществ была опробована только в лаборатории. Стройка подарила жителям Горного новую надежду. Были созданы рабочие места, налажена разрушенная за годы рыночных реформ социальная инфраструктура. Специалисты военной химии, получившие кредит общественного доверия, ощущают свою ответственность не только перед жителями, возрожденной благодаря заводу округи. Что касается объектов в Горном, то процесс уничтожения ведется, во-первых, под строгим национальным контролем. Значит, Министерство природных ресурсов в свое время там организовало очень жесткий контроль. Министерство здравоохранения, соответствующее управлению медико-биологических экстремальных проблем, ведет непрерывный контроль, самый жесткий. А кроме того, на объекте постоянно присутствуют представители организации по запрещению химического оружия, которые просто непрерывно следят за технологическим процессом. У них есть отдельный пульт, слежение за всеми реакторами. На предприятии в Горном, сооруженном в предельно сжатые сроки, было установлено германское оборудование. Немецкая точность и уникальная отечественная технология – вот залог полной безопасности. Даже дождевые стойки не покидают территорию объектов. Мировых аналогов этому комплексу нет. Уничтожен практически все запасы иприта в Горном. Сейчас ведется уничтожение левизита. И будут уничтожаться иприт-левизитные смеси. Я должен сказать, что объект работает с декабря 2002 года, работает устойчиво. За все время, а проведено несколько тысяч анализов, не было ни одного случая выброса в атмосферу вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации. И еще на один вызов нового времени военные химики готовы ответить гарантией безопасности страны и мира. Через год после газовой атаки в токийском метро, угроза химического терроризма стала ощущаться в России. Она также была сдобрена религиозной фразеологией. Но варварская суть была той. К этой угрозе надо быть готовым не только военным, а и специалистам. В принципе, население должно быть обучено и должно обладать необходимыми средствами защиты на какой-то первоначальный период того или иного инцидента. В устах одного из ведущих мировых специалистов в области химических вооружений это звучит более чем убедительно. Боевое отравляющее вещество – оружие, которое не признает границ. И политическая ответственность перед будущим планеты должна быть коллективной. Многие европейские страны активно включились в помощь в России в уничтожении химического оружия. Например, итальянцы хотят внести крупную сумму, порядка 350 миллионов евро, для создания завода по уничтожению химического оружия в Брянской области. С помощью средств Германии начал строиться завод в Камбарке. Ну и самый большой завод строится в Щучи. И вот здесь самые большие затраты, помимо России, должна внести Соединенные Штаты. На территории сооружаемого предприятия хранится около 2 миллионов единиц боеприпасов, содержащих «Зарин», «Заман» и «Фазген». По условиям соглашения финансировать сооружение завода должна была американская сторона. Но заокеанские партнеры с самого начала строительства практически поставили выполнение программы под угрозу срыва. Они истратили деньги только на сооружение своего офисного здания. Ну, можно сказать, сейчас ситуация в финансовом отношении изменилась к лучшему. Когда подписывалась конвенция в 1993 году, были самые трудные годы для нашей страны, правительство, понимая и осознавая важность и необходимость этой проблемы, тем не менее не имело практической возможности выделять деньги. Вот тогда мы обратились за помощью к передовым западным странам, прежде всего Соединенным Штатам, и, честно говоря, рассчитывали на их помощь. Вообще говоря, в соответствии с договоренностями, эта помощь должна была составлять где-то около 50% тех затрат, которые должна понести наша страна. Трудно обсуждать детали, это очень сложный и политический, и многосторонний вопрос, но можно сказать, что на сегодняшний день вклад Соединенных Штатов в финансовом отношении составляет не более 20% от того, что они обещали сделать. Технология уничтожения химических арсеналов США значительно уступает отечеству. Американская технология связана с тем, что боевое вещество сначала извлекается, накапливается в емкости, ну, например, в емкости 5 или там 9 кубометров, а потом насосами подается на печь и сжигается. Когда все нормально, то все сжигается, но стоит только печи допустить какой-нибудь сбой, так сразу в атмосферу может попасть прямо боевое вещество в незначительных количествах. Но может, и самое главное, у американцев было несколько десятков случаев, когда эти вещества попадали в атмосферу. Единственное, чем американцы оправдывают свой подход, производственный цикл вынесен на острова в акватории Тихого океана. Они надеются, что при минимальной концентрации населения токсичные выбросы не приведут к катастрофе. Однако глобальная химическая угроза притаилась в самих водах Мирового океана. Эти кадры, добытые российской научной экспедицией, демонстрировались при цельном. Они подтвердили наихудшие опасения специалистов. На Балтийском дне находятся сотни тысяч единиц проржавевших боеприпасов, начиненных химоружием вермахта. Бомба замедленного действия Третьего рейха может сработать в любую минуту. По оценке российских ученых, это может вызвать мировую катастрофу, своими последствиями многократно превышающую эффект Чернового. Сразу после войны союзники приняли решение таким способом избавиться от гитлеровских ядовитых арсеналов. Вначале предполагалось затопить химоружие на больших глубинах, но налетевший шторм заставил освободиться от смертоносного груза в самых неудачных местах. Тогда считалось, что со временем контейнеры уйдут под осадочные породы и станут безвредными. Десятилетия спустя оказалось, что это ошибка. Сейчас на Балтике три основных кладбища химвооружения. Примерно десятая часть сброшена возле шведского острова Гогланд. 70% в Скагиракском проливе у берегов Норвегии и Швеции. Остальное приходится на датский остров Борн. Российские ученые обнаружили, что затопленная баржа опутана рыболовецкими сетями. В корпусах судов застряли сорванные якоря. Но главное открытие, и приид после полувекового хранения на морском дне начал просачиваться в воду. Балтийское море, вот, здесь около 300 тысяч снарядов химических на дне моря. Это же мокодометр рванет, что будем делать? Все прибалтийские государства погибнут. Норвегия, Финляндия, Швеция, Прибалтика, наша Польша, Германия. Все погибнут. Это официальный отчет о проведенных исследованиях. Боеприпасы содержат серный ипринт. Самое легкое последствие отравления для человека – слепота. Скандинавские страны не спешат к изучению этой проблемы. И дело тут полагают российские специалисты в экономических интересах. Информация о химических свалках в районах интенсивного рыболовства может быть сопоставима со скандалом вокруг коровьего бешенства в Англии. Убытки Великобритании превысили 2,5 миллиарда фунтов. Такая же участь может ожидать и скандинавских рыбаков, продающих свою продукцию по всему миру. Вопрос о малых дозах отравляющих веществ, уже сейчас очевидно попадающих на стол потребителей во всем мире, даже не поднимается. Сможет ли человечество извлечь опыт из всех бед от порожденного им химического оружия? Россия свой выбор сделала. Работа над ошибками прошлого продолжается. Ради будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова